вчера практически до 11 часов вечера подготавливал здесь вот въезд к себе выкосил немного туда-сюда красота такая уже где-то деревья спилил там что мешало как думаете для чего все это дело а шест а а хотел было я уже взять кунг знаете это с военной машины будочка такая но что-то размеры меня не устраивали ладно еще там 4 на 2 ширина но высота метр восемьдесят то есть будешь ходить там вот такой вот ну и что это дело такое ничего не сделать ничего по цене того же самого кунга только вот такая бытовка это как правило заводская бытовка которая используется на стройке ну в плане заводская то что ее стандартный размер она вот помещается в грузовые автомобили по ширине по длине длина и кстати 6 метров ширина 24 метра а вот потолки мы еще с вами замеряем но явно не как кунге потому что просторно сделано довольно таки неплохо добротно обшита таким оцинкованным профилем металлический каркас плюс деревянный каркас полы деревянные и утеплитель бытовку установил вот на такие бетонные блоки это со столба видите арматура крепкие надежные получился вент зазор здесь немножко возвышенность можно немножко подкопать хотя там вентиляция есть вполне так как полы деревянные и здесь так же самое вот хочу под дан крате сейчас машины взял дан крат подниму и подложу кирпичи чтобы не было прогиба так как здесь на 6 метрах две точки опоры ну и давайте обзор бытовки внутри смотрите потолки видите вздулись хозяин сказал что как они привезли эту бытовку там задрался лист и она протекла поэтому видите вздулась ну в принципе это можно заменить вот 123 листа вот этих я бы заменил там утеплитель надо будет посмотреть что там с ним ну и вообще крышу надо пересмотреть здесь как следует еще убраться скамейки 1 длинная 2 покороче сломанный стол вот такой стеллаж это мой дан крат бутылки туда-сюда здесь что-то осталось какой-то краник здесь еще да здесь надо посмотреть что тут с крышей высота потолков 225 сантиметров конечно другое дело не 180 кстати за канистра пищевая добавка краситель сахарный колер арома колор не знаю для чего она еще и открыто стоит без бытовки на хуторе конечно тяжело дом разбиты там ничего не сложить в том доме еще ничего не сделано окон дверей нету тоже ничего не положить и весь инвентарь приходится возить на машине ну а теперь уже можно понемногу подвозить какие-то инструменты лопаты и все остальное уже сюда чтобы здесь были инструменты под убраться здесь немного посмотреть что с крышей и в принципе можно заселяться кстати друзья долго решался с места установки бытовки но вот вроде дом вон дом конечно может было рациональнее поставить где-то между но не хотел я туда ставить во первых там немного низина немного сырость это первое второе ну зачем она там вот почему-то мне захотелось ее поставить ближе к лесу во первых здесь тенек видите вот летом когда жарко в бытовки хотя бы какой-то тенек закрывает лес солнце вот она сходит там вот где беседка пошло там тенек тенек целый день и только вечерное солнышко уже будет попадать в беседку оказывается автомобильный донкрат не в силах даже поднять приподнять бытовку понимаете и написано да то на 250 вообще слабенький просто слабак ну ладно немножко подпорку сделал уже ниже кирпичей точно не провиснет поэтому донкрат надо будет брать а колоду то мою кто-то развернул приехал я она уже здесь валяется вот ящик этот здесь колода там я ее по быстренькому поднял и судя по всему уже не первый день лежит так как даже вот здесь вот влажно было очень здесь вот даже старый забор стоял и даже его умудрились завалить но это просто капец по всему периметру забора есть следы видимо дикие животные пытаются найти вход сюда так как здесь растут яблони и груши вот они падают их соблазняют и естественно находят этот ход единственный проход куда можно попасть сюда уже к хутору это вот здесь был я думал здесь сделать какие-то ворота все никак руки не доходят и короче сюда вот все заходят и выходят сегодня по-быстрому приехал веревки там что-то по находил туда-сюда поскручивал такой проходе к стал как буду уезжать все за делаю ну это же не дело переворачивать колоды улья жалко конечно если там соты повредились так дело близится уже к вечеру хочу залезть в эту колоду да не просто залезть посмотреть взять хотя бы немножко меда ну как так есть такая замечательная колода есть мед и не попробовать его попробую сейчас посмотрим что здесь ухты у я так в прошлый раз когда я сюда залазил здесь был мед сейчас его здесь нету вас случайно не ограбили без дым пушки не обойтись вот так выглядит колода сверху конечно бы отсюда залезть было бы получше так вот такой кусочек мьёда а удалось мне взять немножко меда у пчелок вот здесь на на 3 или 4 язычка я оторвал в принципе вот отверха это все их на и вот эта сторона левая здесь на на три языка где-то осталось это тоже все их на вот здесь я только оторвал этот кусочек и там еще немножко упали там тоже все оставил им чтобы они забрали им на зиму стопроцентно хватит я там взял может килограмм 5 что же тогда буду закрывать их здесь все пускай они успокаиваются вот столько меда удалось собрать с колоды это вот языки такие нижние они просто не запечатаны но они полные здесь уже тоже мед готовый это внизу языки здесь вот столько оторвал ну и в этой миске вот такие хорошенькие запечатаны трутневые соты да конечно выглядит это не совсем презентабельно но это для себя попробовать здесь наверно килограмм чека 2 меда ну и здесь где-то 3 где-то 5 килограмм меда я забрал потревожил я где-то 300 отрезал нижнюю часть забрал а все что вверху там где-то вот столько все им осталось и правая сторона там полностью все целые соты все осталось удары килограмм пять больше не забирал такой вот вкусный натуральный мед друзья мы собираем следующем году надеемся район будет больше и такого меда будет у нас вообще много поэтому друзья следите смотрите на этом я буду с вами прощаться вечера пчелки соблазняются на мед все давайте спать и мы уже поедем поработали а а